Следующая модель Региональной стратегии, о которой сегодня пойдет речь, я назвал «вьющейся лозой». Наверное, вы неплохо представляете себе, как растет лоза, например, клубничные усы. На усах появляются почки роста, из которых, в свою очередь, образуются укорененные розетки. Так, в принципе, выглядит вегетативный способ размножения. Поскольку розеток много, вероятность того, что растение приживется, очень высока. Примерно так я и представляю себе еще один способ насаждения церквей. Сначала формируется одна община, затем на каком-то расстоянии от нее, допустим, в соседнем городке другая. Как только та духовно укоренилась, мы движемся дальше и создаем третью общину, четвертую, пятую, и всякий раз в новом месте по избранному пути исследования. При таком способе каждая предыдущая церковь становится как бы отправной точкой для формирования следующей общины. Способ этот довольно широко распространен. Приведу несколько ярких примеров его реализации. В 1990 году появилась христианская церковь в Румынии, в городе Краева. Вот здесь. Надо сказать, что христиан в этом регионе проживает довольно мало, большая их часть находится по другую сторону гор. И так в этом месте была организована община, преимущественно как результат благовестия среди студентов. Через пару лет церковь появилась в Слатине, довольно крупном, по местным меркам, городе. Смотрите, общины основывались вдоль вот этой магистрали. Спустя еще пару лет церковь была открыта в Петеште. Численность населения там в районе 100 тысяч человек. Как видите, тоже городок немаленький. В 1994 году община была создана в Бухаресте, в 1995 году в Констанции, на побережье. Здесь они существенно отклонились от избранной траектории. В 1998 году на нее вернулись. Вот такой пример укоренения общин вдоль, так сказать, одного стебля. И в этом есть свои преимущества. Расстояние между общинами небольшое и добраться из Бухареста до одной из этих церквей можно в среднем часа за два. До Констанции ехать дольше, пожалуй, еще на пару часов. То есть отсюда до Констанции 3-4 часа езды. Нетрудно догадаться, что у церквей в этом регионе возможностей для общения гораздо больше. Каждая из них может пригласить проповедника или учителя из другой общины. А вот церковь Констанции стоит особняком. Ощутить себя частью единого движения ей непросто. Если здесь сформировался своеобразный кластер, обеспечивающий возможность взаимной поддержки, то эта община функционирует как бы сама по себе. Это, безусловно, не означает, что основывать ее вообще не стоило. Просто ей сложнее влиться в общее движение, в общее развитие вновь созданных церквей. Другой пример. На этот раз из Африки. Немецкий христианский миссионерский альянс на Мали. Миссионеры трудились в двух основных регионах. Это район Мопти. Город Мопти расположен в центральной части Мали. И район Бамака. Напомню, Бамака — столица Мали. Если посмотреть на регион вокруг Мопти, это первый слайд, то нетрудно заметить, что вдоль берега реки здесь проходит автострада. Она и должна была выступить тем самым стеблем лозы с почками роста для новых общин. Как вы видите, некоторые из них появились буквально за год, в 89-м году. Появились в небольших деревушках. Соответственно, и сами общины были довольно малочисленными — от 30 до 50 человек. В 90-м году основатели начали восполнять пробелы и создавать церкви там, где они планировались, но до тех пор еще не появились. Открыли несколько церквей здесь, в 94-м году на юге, в 97-м снова немного в стороне от основного маршрута, которого все же старались придерживаться. Бамака, как я уже говорил, — столица Мали. Отличительной особенностью этого города является то, что рядом с ним протекает река. Но для судоходных целей — гражданских, торговых, грузовых судов — используется канал, который идет параллельно реке Нигер. Вдоль канала проходит основная автомагистраль, по которой движется поток автотранспорта. Вдоль этих транспортных путей, разумеется, располагается ряд населенных пунктов. Так вот, первая церковь появилась в столице в 89-м году, затем на северном берегу реки в 91-м году была основана еще одна община, потом церкви стали появляться уже вдоль канала в 92-м, 93-м, 94-м годах. Сначала всего несколько церквей, потом их количество возросло. 98-й год. Заметьте, все они располагаются вдоль дорог и каналов, естественных транспортных путей. При этом каждая церковь вовлекается в процесс и продумывает место формирования следующей общины. Следующий подход вызывает разные образы одуванчика, диаспоры, он характеризуется спонтанностью. Примерно так церкви возникали в книге Деяний. Во время гонений в Иерусалиме христиане оказывались в разных местах. И где бы они ни находились, они проповедовали Евангелие. В восьмой главе книги Деяний мы читаем о том, что после побиения Стефана камнями, это записано в самом начале главы, «В те дни произошло великое гонение над церковью в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные» и так далее. В четвертом стихе «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Как видите, нет здесь ни системы, ни плана. Начались гонения, верующие рассеялись по разным местам и благовествовали Слово везде, где бы они ни находились. Кто-то из этих людей оказался в Самарии. И не только там, но еще и в Антиохии, благодаря чему там впоследствии появилась церковь. В Деяниях 11.19 мы читаем, «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя Слово, кроме Иудеев». Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили «Еленам», благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господней с ними, и великое число уверовав обратились к Господу». Итак, в результате гонений благая весть достигла Антиохии. Где образовалась церковь, откуда Павел и Варнава отправились в миссионерское путешествие. Церкви возникали незапланированно, спонтанно, напоминая процесс образования сети домашних общин. Но только в данном случае, вследствие рассеяния христиан по лицу земли в результате гонений. Церковь мобилизовалась. Христиане стали проповедовать Евангелие, основывать общины в самых разных регионах. Подобный эффект можно наблюдать и в военное время. Мне вспоминается Судан, гражданская война в южной части государства. Тогда из Судана в Кению и Уганду, оставив дома и имущество, бежали десятки тысяч человек и поселялись в лагерях для беженцев. И там звучала Евангелие. Люди каялись и принимали Христа. После окончания войны они вернулись на родину и основали там крестьянские церкви. Тяжелые времена, страшные обстоятельства, но и в них Бог-владыка вершил свои замыслы. В периоды голода, экономических кризисов, вынужденных переездов из-за безработицы Бог продолжает созидать свое царство. Я уже говорил о районе Дахау в Мюнхене. Люди, особенно многодетные семьи, переезжали туда из-за недорогого жилья. Все это своего рода рассеяние христиан, и их новое место становится платформой для основания новой церкви, для проповеди Евангелия. Бог направляет в то или иное место по своей суверенной воле, и это надо понимать. Немного позже я расскажу вам о нашем служении в Мюнхене и о том, как Бог удивительным образом приводит в нужное место нужных Ему людей. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com А теперь, если позволите, несколько вопросов о возможном практическом применении обсуждаемых вопросов. Осознаете ли вы Божье водительство в своем служении? Какие модели основания церкви с нуля и не только наиболее приемлемы в вашей ситуации? Вспомните все возможные модели. Подумайте, как в данный момент Бог вас направляет и какой из способов основания церквей подходит вам больше всего. А затем принимайтесь за разработку стратегии. Просите Бога дать вам видение. Постарайтесь мыслить в перспективе не одной церкви, а целого города, области, со всеми ее небольшими городками и поселками или какого-то другого региона. Способного стать плацдармом для движения по насаждению церквей. Молитесь о том, чтобы Бог вам все это открыл и показал. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.